Ничего себе, Андрей Белозеров, гроссмейстер. Давайте дебют рейти против Андрея. Недавно как раз повторяли, анализировали партию шахматных движков. И это должно нам немножко помочь. Совсем недавно выпускал я обзор поединок Лилла Чес-Зиро против Стокфиша Нью. Как раз там был этот вариант. Посмотрим, насколько мы усвоили урок. Так, на слон Д7 вроде надо жертвовать пешку на Ц5. Да, и потом слон С4, и сейчас грозит удар на Ж8, потом Ферзь С4 и двойной удар. Соперник защищается от этого. Может побить сюда, наверное. Так, она Е4. А, Е4 и там слон под боем. Давайте бьем в центр. И, наверное, можно рокировку просто сделать, да? Давайте рокировку с той идеей, чтобы где-то шах ладьей просто объявить. Шах ладьей с Е1. Король пока застоял в центре. Видите, нет у него путей куда-то отступать. Но шах-то мы объявим, наверное. Пусть он отойдет куда-нибудь. А на этот ход можно еще сыграть слон А3. Теперь напасть на этого слоника. Так, конь защитил слона, но теперь мы вроде как можем вот так вот побить. Видите, связка. Король встал под диагональ. И мы можем побить центральную пешку. Теперь где-то грозит вторжение на Е6. Где-то будет вот эта диагональ, вот этот слон провисать. Но, правда, он защищен конем пока что, да? Ну, мне кажется, белые вышли из дебюта с серьезным перевесом. Пешку я отыграл. Король черных без рокировки. И мне только что земнули семейную вилку на Е6. Ну, Андрей, ну так нельзя. Ну, как так? Ну, такие вилки я вижу просто в один ход. Вообще не готов, казался Андрей, к такому агрессивному дебюту. Но спасибо ему за игру, тем не менее. Давайте возвращаемся в турнир. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok